23 февраля, это вам не траляля Дорогой, с праздником Это же мне, это то, о чем я мечтал, да, обожаю это Поговорим о подарках и сексе Вот и настал этот прекрасный день, один из двух дней, один из двух праздников, которых я ненавижу всем сердечком 23 февраля и 8 марта, мужской день и женский Казалось бы, что плохого в празднике, вы меня спросите, сокол, что здесь-то тебе не нравится А то мне не нравятся, господа мои и дамы хорошие, что в эти дни принято дарить определенные подарки и от них моя ненечка так пригорает Бедная твоя женушка Что это за праздник такой, 23 февраля, откуда он вообще пошел, появился Его придумали в 22 году, 1922 году в ЦИК РСФСР Это была четвертая годовщина Красной Армии Ну, так вот учредили Красная Армия, всех сильнее бывает красная Конечно, кто не в курсе, тот, кто может быть помоложе Посмотрите мой предыдущий ролик про зумеров, да Я там высказывал свои мысли, очень интересный ролик Был случай в магазине, как я зацепился там с каким-то неадекватным подростком В общем, годовщина Красной Армии Что мы отмечаем вообще, да Появившийся этот праздник сначала назывался так Прошли какие-то годы, он стал называться по-другому Потом по-третьему Сегодня Это просто является праздник Днем Защитника Отечества С одной стороны И с другой стороны Это просто праздник всех мужчин 23 февраля В мое время, пока я рос, взрослел Все это время, конечно же, все эти праздники Отмечались какими-то подарками близких людей То есть, когда ты, мальчик, тебе дарят определенные вещи Когда ты девочка, тебе дарят другие вещи Это было всегда Не важно, где ты находился В школе В университете Там постоянно появлялись какие-то вот эти кружки В университете я вступил в кружок пловцов Да, ну, у нас нужно было выбрать спорт Который ты будешь углубленно изучать И даже там этот праздник, который я терпеть не могу Меня задолбал и коснулся Потому что наш преподаватель по плаванию Мы же пловцы, мы все должны быть вместе Единение, вот эти вот психологические все штучки 23 февраля и 8 марта Она собирала со всех пловцов деньги Ну, в зависимости от того, что если даришь девочкам То собирала с мальчиков наоборот Покупали какую-то хрень для девочек Закупала она, мы сдавали деньги Она закупала Вот дарили никому не нужные ручки, блокноты А! Тут уже не до смеха Просто жопа какая-то Это применительно к учебным заведениям Там все-таки не дарят столь дорогие подарки Ручки, блокнотики Это все-таки, ну, мелочь, да? Но! Если ты живешь с каким-то человеком вместе, да? Со своей любимой девушкой Это совсем другой разговор Сколько я помню лет Обязательно дарили какую-то хрень Типа носки, трусы Бритвенные принадлежности Шампунь, гель для бритья Гель после бритья Вот это вот все Говорили с праздником, давали вот это Человек улыбался и А какого хрена? И ждал 8 марта Мне не нравится Каждый раз, когда такое происходило Меня подбамливало Потому что, ну, это Это вообще ни в какие ворота не лезет Это нельзя считать праздником Запомните, друзья мои хорошие Никогда нельзя дарить вещи Какой-то обычной Там, необходимости мужчине Или женщине Неважно И называть это праздничным каким-то подарком Вообще, то есть Сам праздник омрачается Представьте, вот носки Там, пена для бритья Это вещи повседневные Которые должны покупаться просто так Они не должны приурочиваться к какому-то событию праздничному Потому что само понятие вот этого праздника Оно напрочь убивается такими подарками Я думал, это данность тех лет Старых лет Постсоветского времени И советского времени Когда я все это видел Но нет, вы знаете Буквально Рестаю я недавно инстаграм И вот эти короткие видосики Там, которые идут И смотрю как раз В преддверии 23 февраля Видимо, начали попадать Смотрю, молодые девушки 18-15 лет ходят по магазинам Выискивают опять эти носки Гель для бритья Я такой, типа Че? До сих пор, что ли, вот это все продолжается? Да не, не, не может быть Не может быть Если вы уж хотите сделать подарок Своему любимому мужчине То подумайте над чем-то Покреативьте, посидите Но никогда, пожалуйста Не дарите нам сраные носки Сраные трусы И сраную пену для бритья Хватит! Потому что Дорогая моя, хорошая Если я такое получу То я в ответ на 8 марта Обязательно подарю тебе Ну, не знаю Зубную пасту А как тебе? С праздником, дорогая Получи! Че, совсем укоренился? Приятно вам будет? Каким образом это укоренилось Вообще, что вот мужчинам Дарят вот это Именно носки И что-то бритвенное Почему? Кто этот первый уродец? Кто этот лепрекон Который это сделал? Не ждали? Есть еще один второй момент Которым девушка пользуется Когда не хочет Вообще что-то придумывать Как-то креативить Я имею ввиду Сексуалити Сексуальные отношения Когда происходит Какой-то момент Когда нужно что-то подарить Она такая Я подарю ему себя Отворила беру И дарит ему Обычный секс с собой Ну типа Пошли в кровать С праздником Вот типа Я подарок твой Я каждый раз В такие моменты То есть Со мной такое не происходит У нас такого нет Потому что мы Умные рассуждающие люди И мы от такой херни Просто бы угорели Во-первых Нет ничего плохого в сексе Да? Давайте сразу Сокол всегда за О! Ну вы поняли Но Если вы живете С кем-то Уже В какое-то время И у вас уже был Были интимные отношения То дарить Эти же самые интимные отношения Обычный просто Заурядный секс С Со своим партнером Оно как-то ну Диковато смотрится Я точно так же могу сказать вам Давайте 8 марта Мужчина Когда женщина придет с работы Да? 8 марта Что же она увидит? Дорогая Сегодня я Сдеру с тебя Сем потов Стоит обнаженный красавец С жирным животиком Пивным Облокотившись локотком Небритые подмышки Торчат И он такой Фу Ты можешь делать со мной Все что хочешь Он такая Нет я не хочу Вот когда Такими вещами Люди не задумываются А для этих людей И нужно Вот это видео Конечно же Подпишитесь на канал Поставьте комментарий Напишите лайк Все наоборот Все перепутал Но вы поняли В сексуальных подарках Нет ничего плохого Сразу же Некоторые мужчины Сейчас типа Эй сокол Ты что там против секса Не пусть дарят себя Там побольше Этого вот этого Все это нормально, но девушку нужно просто говорить с девушкой и приучать девушку к тому, что мужчина и женщина это несколько разные организмы. Женщины, скорее всего, ну, мне так кажется, насколько я свой опыт личный могу использовать и вообще сопоставляя с тем, что с информацией, которая мне поступает, и там какие-то материальчики, да, читая о сексуальных отношениях, я понимаю, что женщине она не такая, как мужчина. Ей не нужно столько секса, сколько мужчин. Мужчина это животное, которому нужно, ну, чуть ли не каждый день шпилиться. Если вы молодой, если вы, там, 20-летний, то вам нужно несколько раз в день. Если вы мужчина уже в возрасте, то вам нужно либо каждый день, либо через день, ну, вот как-то вот так. Соответственно, если вашей даме этого не нужно, если она не лимфоманкерс, если она совершенно обычная девушка или женщина, ей столько этого не надо, с ней все равно нужно об этом обговаривать и говорить, дорогая, мне-то это надо, поэтому, ну, все друг друга, когда любят и живут вместе, они идут друг другу на уступки и такие, там, сегодня ты мне отдашься, завтра я вступлюсь за тебя на улице. Ну, таких случаев, может, и не предоставится, но, тем не менее, сама возможность, что вы будете биться за ее честь, она уже, как бы, ну, я шучу, конечно. Другими вариантами нужно, конечно, поступаться мужчине. Например, сидишь ты, смотришь, там, гребаный, ну, пресловутый этот, вообще, возьмем банальный вот этот телевизор с футболом. Дама тебе говорит, твоя, там, надо сделать то-то, то-то, ты просто поднимаешь свою жопу, идешь, делаешь, потому что это футбол, ты можешь посмотреть, ну, если это не прямой эфир, который ты, там, ждал, там, год, да, там, какой-нибудь фильм, который ты можешь поставить на паузу и пойти сделать то, что тебя просят сразу, без всяких вопросов, без, о-о-о, типа, ну, ладно, сейчас, и вот это вот все, чтобы в жилы из человека не тянуть, ты встал, о, хорошо, дорогая, сейчас все сделаем, то есть, понятно, что тебе неохота заниматься какой-то фигней, ты лучше сидеть будешь заниматься вещами, которые интересны тебе, ну, тебя попросил твой любимый человек, и ты идешь, что делаешь, так же с сексом с мужчиной, женщиной, девушкой, вы должны понять, что парню это нужно очень часто, и нужно поступаться с своими хотелками, и как-то его там ублажать почаще. Извини, что я ни в кокошнике, ни в вечерней маке. Так вот, о чем я? В сексуальных подарках при подношении девушке и самой себя нет ничего плохого, но, если это подается в праздник, как-то интересно, не просто такой обычный заурядный секс, а ты приходишь, она перед тобой, включается неожиданно музыка, она где-то фонарь какой-то купила, заказала, достала, там, выключается свет, начинают в таинственные огни метаться, она начинает перед тобой танцевать стриптиз и такой, мамочки, это что, моя детка? Можно хлестануть тебя по жопе, да, конечно, можно, сегодня твой день, делай все, что хочешь. Либо вы приходите, и ваша прекрасная супруга или дама в сексуальном наряде секси-медсестры, которую она приобрела в секс-шопе специально для вас, чтобы порадовать вас, это не заурядно, это интересно, это разнообразие, если вы хотите подарить вот секс своему парню, да, то вот такой момент в 23 февраля он может легко прокатить, и это будет запоминающимся ярким событием, но ни в коем случае не говорите просто, ну ладно, пошли там, типа, давай, хорошо, почитаю книгу, делай там, скажи, когда закончишь. Такие ситуации тоже нормально, но это в обычном, обыденном, вы пришли с работы, вы устали, ваш мужчина хочет секса, вы просто идете, открываете свой любимый ютубчик или что-то, смотрите ролик, пока он вас пилит. Ничего в этом такого нет, мужчине это нужно, девушки, женщины, запомните это обязательно. Но 23 февраля, если приурочивание к празднику идет, нужно что-то искрометненькое придумывать. Никаких носков, никаких шампуней, точно так же, как и 8 числа, никаких сковородок, никаких комбайнов для нарезки, все это вы должны покупать вне праздника, потому что это вещи, которыми будет пользоваться ваш супруга и для себя, и для вас. А подарок, он должен быть исключительно для вас, если вам его дарят. Вот такие нехитрые мыслишки были сегодня у Сокола, кто думает точно так же, пишите в комментариях, кто думает, что все эти подарки прекрасны, главное от чистого сердца носки получить, и все будет хорошо. Пишите об этом тоже, мы все с вами обсудим, я читаю все. Сокол истинный маг в здании, да пребудет с вами сила, пока! У моей девушки, кстати, есть секси-нарядец сексуальной медсестры. Кстати, она начала вести свой личный ютуб-канал, который называется «Ванильная волчица». Попасть на него вы сможете по ссылке в закрепленном комментарии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова